Саид Мукарам Абдул-Кадир Зада против Идгар Дак Режим Арахмона искажает исламский календарь Атамбаев перейдет границу с Таджикистаном российским военным Совет Улемов Таджикистана в своем обращении к населению страны заявил, что традиция Идгар Дак, когда дети ходят по домам и получают сладости в честь наступления праздника Аид-Аль-Фитр, Иди Рамазан, противоречит нормам шариата и ханафитскому мазхабу, но при этом не привел мнение какого-либо ученого По мнению председателя Совета Улемов Таджикистана Саид Мукарама Абдул-Кадир Зада, Идгар Дак с одной стороны бьет по карману жителей, с другой угрожает безопасности и здоровью самих детей Такой традиции нет в исламе, более того, такая традиция характерна не для всех регионов страны, в частности, такого нет в северных и восточных регионах, говорится в его обращении Кроме того, Абдул-Кадир Зада назвал расточителями тех, кто проявляет щедрость в организации столов в честь праздника, в связи с чем призвал население воздержаться от щедрых дастарханов Между тем, в преддверии празднования Идальфитр, президент Таджикистана Рахмон также выступил с аналогичным обращением к населению Не допускайте расточительства, подражания и излишества, будьте экономными, толерантными и вместо того, чтобы накрывать щедрый дастархан, обогащайтесь нравственно, заявил он Напомним, что относительно неисламских праздников со стороны Совета Улемов не было никаких негативных заявлений, и даже наоборот Саид Мукаром Абдул-Кадир Зада говорит относительно языческого праздника Навруз Сейчас Навруз воспринимается как весенний праздник, праздник начала весенних работ Если вы хотите совершить благое дело, то приготовьте какое-нибудь блюдо и угостите им детей-сирот Это будет добрым делом, а шарят приветствует добрые дела Также положительно отзывалось официальное духовенство и относительно празднования жителями Таджикистана Нового Года Отмечать Новый Год – это традиция, а не поклонение, заявлял тогда Совет Улемов и при этом не порицал щедрых дастарханов Примечательно, что широкое и масштабное празднование одного из двух праздников в исламе и Дальфитр узаконено шариатом Мусульмане по всему миру в течение почти полутора тысячелетий берегут данное положение религии Приглашая гостей и готовя угощения для детей, что естественно укрепляет в их умах исламские ценности Что по всей видимости и не нравится режиму Рахмона И по причине чего Абдалкадир Зада решил сделать подобное заявление В Таджикистане праздник Идальфитр был отмечен в этом году 26 июня Такое решение было принято Советом Улемов Исламского центра Таджикистана Заседание Совета Улемов прошло 22 июня в Исламском центре в Душанбе По результатам заседания представитель Совета Улемов заранее заявил Что праздничный намаз Идальфитр в соборных и пятничных мечетях страны состоится в 6 часов утра 26 июня И это происходило в то время, как большинство мусульман мира не торопились объявлять о дате праздника Идальфитр В связи с тем, что согласно исламу месяц Рамадан заканчивается сведением новой луны В итоге получилось, что мусульмане по всему миру отмечали праздник 25 июня А в Таджикистане все официальные праздничные мероприятия проходили 26-27 июня Следует заметить, что это далеко не первый случай, когда народ Таджикистана Отмечает наступление или окончание месяца Рамадан, отделяясь от мусульман всего мира В данных решениях прослеживается желание режима Рахмона отделить мусульман Таджикистана от исламской умы Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев предложил российскому лидеру Владимиру Путину разместить российских военных в Баткенской области на южно-таджикско-кыргызской границе У нас был разговор с Владимиром Владимировичем Я сказал, что мы согласны на то, чтобы авиабазу в Канте осовременить, дать новое вооружение Но численность ее увеличивать, укреплять? Какой смысл? От кого защищать Бишкек? Заявил Алмазбек Атамбаев в субботу, отвечая на вопросы журналистов Если реально думать о будущем, то надо думать о том, что мы видим большие проблемы в Афганистане Там и Талибан усилился, и Игилтан вовсю укрепляется, заявил он В итоге Атамбаев одобрил введение на территорию Кыргызстана иностранного военного контингента Если защищать, то надо ставить на границу Кыргызстана с Таджикистаном Это моя принципиальная позиция, и я думаю, что она будет продолжена новыми руководителями Кыргызстана Также Атамбаев выразил обеспокоенность тем, что якобы, если приграничный с Афганистаном Таджикистан не удержит ситуацию Угроза дойдет до границ Кыргызстана Угроза со стороны Афганистана является явно выдуманной и используется в качестве пугала, считают наблюдатели Вместе с тем, подобный отчаянный ход со стороны Атамбаева можно рассматривать как финальный аккорд перед окончанием его президентского срока Треть всего киргизского ВВП Таким образом, он окончательно передает свою страну во власть России, предоставляя Кремлю ключи от всех дверей Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...